Давай, давай, Наташа, давай, тебе, 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 тебе. На важность, смириться. Ну ты же подтримаешь, и тут, да. А что у нас? А что у нас заявление? А, да. Дякую всему, кто пришел подтримать. Тут нам багатый митинг мы не плановали. Андрей! Потому что, на жаль, больше ста хлопцев с батальонами Донбасса есть по всей справе свитки, чей, ктось инша, я не маю, можливости с ними спелкуватись, и даже сюда запрошу это. Тому дякую всему грамотянам, кто пришел подтримать. Справа в чему, еще раз, значит, Соломинский суд, вызначив мне домашний орешт. И 14-го это было лип-липня. Значит, и поклал на меня обовязки. Значит, обовязки являться на сликчиво, обовязки не выходить из дома без разрешения сликчиво, являться на суд, и обовязки не спелкуваться со свитками. И 10 дип я все эти обовязки выполнил, немая нияких порушений. Я зараз не кажу про то, что там я виноват, не виноват, потому что тут рассматривается справа по сути. Я ци буду все доказывать у суди. Але СБУ давит на Соломинский суд. Им не треба никаких, ну скажем так, никакого установления истины. У них есть замовывание, и они его выполняют. Тому им нужно просто, чтобы я сидел в тюрьме. Предыдущий судья в своем решении четко указал, что действительно дело рассматривается, рассматриваться будет через год, или еще через сколько-то там, в суде первой инстанции. А тут приняли во внимание, что первое, то, что я там создал один из первых добровольческих батальонов, то, что у меня трое детей, то, что я награжден, то, что я сам явился. И, в принципе, судья решил, что рисков, что я куда-то буду убегать, нет. Однако то, что для судьи и для очень большого количества граждан Украины смягчающие обстоятельства для назначения Завопижного Захода, для прокуроров и исследователей отягощающие. Потому что вся эта братья-шатия в 2014 году как минимум не принимала никакого участия в защите Украины, а как максимум симпатизировала всем этим мерзавцам, которых мы гоняли в 2014 году. И, кстати, очень символично, что все это происходит в годовщину освобождения Лесичановска и Попасной. Батрёна Донбасс, 24-й бригады. И я не исключаю, что этот символизм они как раз тоже подстраивали. Почему подана жалоба СБУ? Жалоба СБУ подана, потому что они выдумали, что существуют риски. Якобы свидетели боятся Саменченко. Якобы он на них може тышнутый. Чего я чикую? Ну, понятно, что я очень бы хотел встретить еще раз нормального, не заангажированного судью, как это было в Соломенском суде. Первый раз. Там судья, кстати, была переселение с Донбасса. И она, видимо, понимала, что мы тоже переселимся с Донбасса. И тоже, скажем так, это надо учитывать. Значит, однако я готов к другому варианту. Я готов к тому, что сегодня... Я вещи собрался на всякий случай. Значит, к тому, что опять я поеду туда под арест в СБУ. Но самое главное, это мой был осознанный выбор. Я имел возможность вообще никуда не являться, поскольку я за три недели до начала спецоперации в марте еще знал обо всех событиях. Мой осознанный выбор бороться процессуальным путем. И, может быть, на своем примере показывать гражданам, что нужно сейчас объединяться, забывать все распри, все те вещи, которые нас разделяют, потому что патриотам сидеть все равно вместе, если мы проиграем нашу страну. Поэтому, может, на моем примере все-таки людям это будет полезно. У меня абсолютно боевой настрой. Тут моя родина, дружина, Наталка. Мои дети пришли, меня поддерживают, друзья. Я им очень благодарен. Ну и любой исход дела я, в общем-то, к нему готов. Але сподеваюсь на то, что у судьи все-таки есть совесть и гражданское сознание. У меня все. Слава Украине! Героям слава! Все? Семен, подскажите, пожалуйста, как вы думаете, есть иск на суд? Как вы думаете, какие-то... Особенно Баканов, отдавав в козивку, у меня такая информация, звонили из Главного управления Киевской области и Киева, суд тиснут, и из управления, безпосереднего, ну, центрального управления. И, опять же, судья пропонуют именно повязать без альтернативного захода. Так, тиски я. Перемоги вам! Люди, кто это самое, пришел на суд, какой час, давайте заходим. Там уже сегодня недолго будет. Доброго дня! Перемоги вам! Я потерял пакет, я с ним выходил и пакет потерял. Я же выходил из машины с пакетом, помню? Я из машины вышел, прошел вот так, только попрямо. Денис, можно вас попросить посыпать пакет? Я вышел из машины, прошел, пакетик какой-то, документ? Я не знаю. Документ.